Всем привет, друзья! Сегодняшнее видео будет немного необычным, ибо, насколько я понял, тема не особо популярна, но всё-таки меня мучает вопрос, почему же корейцы не пьют так много чая в повседневной жизни, например, так как мы в России, в Украине, в Казахстане или в других странах СНГ. Сразу хочу сказать, что я не являюсь специалистом в области корейского чая и корейской чайной культуры, и поэтому всё сказанное мною, это только моя точка зрения, и, исходя из моих наблюдений, я сделал вывод, что корейцы практически не пьют чай в повседневной жизни. Корейцы любят пить кофе, и пьют его очень много, даже очень много. Корея, по-моему, по некоторым данным даже занимает первое место в мире по количеству кофеин на душу населения. Было очень смешно, когда ещё будучи в России, моя жена сказала мне, а почему в Питере так мало кафе? Я помню, как я спорил с ней и доказывал, что нет, ты посмотри, они на каждом углу эти кафе, но потом я приехал в Сеул и понял, что в Питере кафе действительно мало. Нет, конечно, они есть, но я это говорю для того, чтобы вы поняли, какая у корейцев культура питья кофе. Это даже не культура, а какое это огромное распространение этого напитка, именно кофе. Хотя в Корее есть множество напитков, которые готовятся по чайному принципу. Например, так называемый ячменный чай или кукурузный чай. Это обжаренные зёрна ячменя и кукурузы, которые заливают кипятком. Но всё равно эти напитки употребляют в холодном виде и они не сильно популярны. Но сейчас я вам расскажу, что меня побудило создать это необычное видео. Дело в том, что у нас есть друзья корейские, с которыми мы познакомились в России. У них там была сеть корейских ресторанов в Санкт-Петербурге и они были очень удивлены тем, насколько в России любят чай и тем, насколько часто его пьют. А наши друзья родом из корейского местечка Посон, где располагаются известные чайные плантации, чай в которых очень вкусный. Я уже успел в этом убедиться неоднократно и любовь к чаю у них, что называется, в крови, как и у нас. Поэтому их очень сильно расстроило, что чай, который пьют в России, он не лучшего качества. Поэтому они решили создать такой бизнес или попытаться создать бизнес по продаже органического корейского чая в России. Для этих нужд, что они даже открыли офис в Сеуле, который ещё и является кафе. А точнее чайный, где можно заказать себе очень вкусный корейский чай, который будет очень полезен для здоровья даже. И вот из этого места сегодняшнее видео. Я вам покажу некоторые такие видео, некоторые такие нарезочки оттуда. Я вам покажу кафе. Это кафе, чайное, представляет собой одну большую комнату. Но зато там уютно и симпатично в плане интерьера. Есть несколько столов, а напротив есть полки с корейским чаем. Чай, который там продают, действительно очень разнообразный. Есть и чёрный, зелёный, цветочный, фруктовый, белый. Я до этого никогда о таком не слышал. Ещё там можно купить разные вкусные корейские печеньки, джем из чая и, например, вот эту интересную вещицу. Это бутылочная крышка, внутри которой уже содержится чай. Вам просто нужно взять бутылку, набрать туда воды и вкрутить эту крышку вместо обычной крышки. И подождать некоторое время, и у вас всегда с собой будет чай. Вот такое вот интересное изобретение. И у меня возникает резонный вопрос. Как, имея такую богатую культуру чая и такой большой выбор, корейцы в повседневной жизни практически его не пьют? Ну, этот вопрос остаётся риторическим. А вы, если хотите, можете написать свою версию в комментариях. А сейчас вы можете видеть, как нужно заваривать корейский цветочный чай. Несколько цветочков этого корейского чая нужно положить в заварочный чайник. И, естественно, потом нужно всё это дело залить кипятком. Потом накрыть крышкой. Да, вот именно таким образом вода выливается. Это ничего страшного. Подождать, перелить в другую ёмкость. И потом перелить чай готовый в маленькие чашечки. И потом пить этот чай. Конечно, это не корейская чайная церемония, оригинальная. Ну, просто такой лайтовый способ, который нам показали владельцы этого кафе, этой чайной. Друзья, вот такое необычное видео получилось. Я надеюсь, оно вам понравится. И вы поставите лайк и подпишитесь на канал. И, конечно, дорогие друзья, пишите в комментариях, что вы думаете про это видео. И что бы вы хотели видеть в следующий раз. А ещё особую благодарность хотелось бы выразить пользователю под ником Мария Михайленко. И пользователю Funny Animals. Спасибо за ваши лайки и за ваши комментарии. Большое спасибо за просмотр, если, конечно, вы досмотрели это видео до конца. И, конечно же, всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...